Вратари, люди всё же странные. Никогда не знаешь, что придёт им в голову в тот или иной момент. Вы уже видели, насколько они страшны в гневе. Сегодня же мы сделали для вас подборку моментов, когда никто не знает, какой именно рычаг переключился во вратарской голове. И что из этого вышло. Нарочно, такое не придумаешь. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Имидж ничто, жажда всё, хочется пить – пей. И не важно, что атака соперника идёт на твои ворота. Но плохое техническое исполнение нападающих соперника спасло Андрея Гаврилова от пропущенной шайбы. Потому что сам он был занят более важным делом. Иногда кажется, что в ворота ставят не по игровым задаткам, а по уровню восприятия жизни. Иван Кожевников потерял клюшку. Судья помог её найти. А сам вратарь искренне не понял, как вообще такое произошло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Говорит, да я-то в чём виноват, пацаны. Была и пропала. Не знаю, куда девалась, но заботливый РФ подъехал. Доминик Гашек плевать хотел на общепринятые правила. Как официальные, так и неписанные. Увидел, что соперники во всаде, даже не стал пытаться отразить шайбу. Судьи, конечно, гол не засчитали. Но нервных клеток, партнёрам по команде и болельщикам, доминатор сжёг в этом моменте прилично. Тук Караско напугал своих одноклубников, внезапно рванув на смену. Видимо, подумал, что команда проигрывает и надо выпускать шестого полевого. Но вовремя одумался. Странный эпизод как-то приключился с Йоханом Хэдбергом. Он решил прервать выход соперника, подкатившись ему под ноги. Но в итоге потерял шлем. Его игровая джерси натянулась ему на голову. И он пару секунд метался по льду, как всадник без головы. Как Хэдберг отреагировал на это? Да никак. Ни один мускул не дрогнул на лице. Но потом вместе с партнёрами они посмеялись. Как и мы. А ещё вратари делают вот так. Обычный человек так не умеет? Этому точно надо учиться. И мы знаем, как вам помочь в прокачке вратарских навыков. Компания Мотя производит мячи для вратарей всех уровней подготовки. Они работают с 2022 года. Их выбирают уже более 300 спортсменов по всей России. Мячи Гоали Пол имеют резкий отскок. Удобно сидят в руке. Износостойкие. Используются для эффективной тренировки реакции. Ловкости. Зрительно-моторной координации. А также развития внимания. Недавно Мотя выпустили мячи с непредсказуемым отскоком. Теперь ты сам можешь выбрать сложность отскока. С помощью специальных насадок. Переходи по ссылке в описании. И получай специальное предложение от Мотя. По промокоду FOXHOKKEY. Но даже многочасовые разнообразные тренировки не спасут. Если ты забываешь элементарные правила игры. Патрик Руа вот возомнил себя Уэйном Грецки. Но забыл, что вратарям нельзя пересекать красную линию. Если вы думаете, что практиковаться во вратарской амуниции можно только на льду. Вы ошибаетесь. Галкиперы могут делать это где угодно. Они могут кататься на серфе. Они могут стричь лужайку. Да они даже могут играть на пианино. Воистину разносторонние личности. Любая подготовка у вратарей правильная. Если вдруг во время матча станет скучно, воспользуйтесь методом Кари Лехтанина. Можете присесть на ворота. Помогает. А вот если вы злитесь, то пользуйтесь главной вратарской фишечкой. Просто переверни ворота. Работает безотказно. Но вы в курсе. Вратарская классика. Даже среди вратарей есть такие, которые выделяются на фоне остальных. Под эту категорию можно смело отнести Юлиаса Гудачика. Этот веселый и жизнерадостный молодой человек известен в хоккейном мире как первоклассный шоумен и балагур. Развлечь родную публику он может множеством способов. Фантазия безгранична. Гудашоу – это уже целое явление. Побольше бы таких. На этом все. Не злитесь на вратарей. Они такие, какие есть. И помните. А если вам понравилось это видео, ставьте свой странноватый хоккейный лайк. И подписывайтесь на наш канал. С вами была команда FoxHockey. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok